Здравствуйте! Вы смотрите новости Примеусе. С вами Руслан Трофимов и сегодня в нашей программе. Предприниматели отметили свой профессиональный праздник. В честь этого они получили приветственные адреса от главы районной администрации. В этом году аттестаты о среднем образовании в Матвея-Курганском районе получат до 88 учащихся 11 классов. Для них 21 мая прозвучал последний звонок. В Большой Кирсановке с успехом прошел ежегодный районный фестиваль народной песни «Родники народных талантов». В нем приняли участие более 40 коллективов и солистов. И теперь более подробно. В связи с большим количеством осадков, выпавших весной в нашем регионе, телезрители интересуются, что будет с урожаем, не занеет ли он на корню. В поисках ответа на эти вопросы наша съемочная группа побывала на полях Матвея-Курганского района. Пообщались с агрономами. Нам показали поля, где посеяны озимы, подсолнечник и кукуруза. Вообще-то делать прогнозы на урожай хлеборобы не любят. Но общую картину помог нам увидеть Владимир Заикин, агроном ООО «Прогресс». Весна все-таки и зима нам сопутствует для того, чтобы пшеницы все-таки раскустились весной, потому что осень была без осадков. Осадки пошли уже в конце октября месяца, поэтому пшеницы уходили в зиму не раскустившиеся. И надега была только на весеннее окущение. В принципе, с таким маем и с такой весной мы получили какое-никакое окущение. Я думаю, что весна нас спасает пока. Делали фунгицидную обработку по флаговому листу. Пока на данный момент уже солнышко, уже ветерок, и фунгицид свою работу делает. Пока явных серьезных поражений я не наблюдаю. В принципе, да, это дорого, но по этому году эта обработка фунгицидом необходима. Просто необходима. Как могут сказаться эти дожди на качестве зерна? Клейковина и деката? Так как пшеницы ушли не раскустившись, на данный момент мы имеем слабоватую густоту стояния на квадратном метре. Поэтому я думаю, что натура и клейковина будет все в порядке. Ну а дальше посмотрим, как успеем убрать, как нам даст убраться погода. Пока все идет очень неплохо. Будем надеяться на лучшее. Есть и диаметрально противоположное мнение специалистов. Урожай по объемам должен быть не хуже прошлогоднего. Однако качество зерна может из-за дождей пострадать. Что касается краснодарских сортов, здесь как бы присутствует проблема заболеваний. Эта весна, они как бы неустойчивые к заболеваниям, поэтому здесь однозначно должна обрабатываться фунгицидами. Мы вот на данный момент уже видим здесь нижний ярус, весь пораженный септориозом и ржавчиной. Значит верхний флаг и подфлаг мы как бы отработали фунгицидом, защитили. Но даже здесь на обработанных пшеницах мы видим как бы поражение. Он и септориоз, и гельминтоспориоз, здесь есть масса заболеваний. Ну как бы зато, я вам признаюсь честно, выглядят они гораздо солиднее, чем наша Тарасовская селекция. Потенциал урожайности гораздо больше. И весеннее окушение у нее было прекрасное. Что как бы на губернаторе Дона мы этого не наблюдаем. Оценивая ситуацию на полях, наши земледельцы сходятся в одном. Если бы не наша теплая зима и такая дождливая весна, дела обстояли бы еще хуже. Это связано с осенней засухой, когда высевались озимы. Главное сейчас успеть вовремя обработать посевы химикатами. Проблема в том, что дожди не всегда позволяют сделать это. Что же касается пропашных культур, подсолнечника и кукурузы, тут погода действительно внесла серьезные коррективы в график полевых работ. Вот посевы зарастают из-за того, что трактора не могут выйти в поле. Но будем надеяться на лучшее. Как говорится, что Бог даст. Сеяли с постоянными прерываниями. Все сеяли под почвенный гербицид, потому что в такую осень не мудрено зарасти. Все сеяли под почвенный гербицид. Сегодня у нас 23 мая, 21 мая мы окончили сев. Это поздние посевы уже были. А в основном, вообще наше хозяйство сеять начинается очень рано. Мы начали сеять 19 апреля под солнечник. Все под почвенный гербицид, потому что иначе такой весной мы бы просто заросли. На данный момент имеем уже под солнечник в фазе трех настоящих пар листьев. Нынешняя весна напоминает весну 1992 года. Тогда в мае тоже в течение 21 дня дожди не позволяли возобновить полевые работы хлебороба. А вот урожай тогда был неплохой, как зерновых, так и пропашных культур. Вот уж не зря говорят старики, не проси у Бога дождя, а проси урожая. Александр Качур, Андрей Лунев, телекомпания «Премиусия». 24 мая в кафе «Добраво» состоялся прием главы районной администрации в честь дня российского предпринимательства. Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего праздника. Сегодня мы отмечаем день российского предпринимательства. Поздравляем вас с этим праздником. Это день инициативных, энергичных людей, которые смогли организовать и дать развиться своему телу. Воплощать в жизнь новые проекты и идеи. Отыскать и прочно занять свою позицию в экономике района. Это талант. И в то же время колоссальный труд достоин поддержки и уважения. Именно поэтому глава региона предложил сконцентрировать усилия на поддержке предпринимательства на Дону. И 2016 год был объявлен губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым годом донского бизнеса. В числе приглашенных успешные деловые люди премиуси, реализующие здесь свои проекты. Профессиональным праздником виновников торжества поздравил глава администрации района Александр Рудковский. Мы – это гордость нашего района. И мы сегодня постараемся сделать здесь все, чтобы отметить лучших. А здесь собрались все лучше. Чтобы было прекрасное настроение. И вообще, я хочу сказать, чтобы бизнес понимал, что администрация и бизнес мы разговариваем на одном языке. Что мы партнеры. Что мы делаем одно дело. Делаем, чтобы люди, которые рядом с нами, были счастливы. Поэтому счастья прежде всего вам, здоровья, процветания вашему бизнесу. Всего вам самого доброго и мирного нам всем неба. В Матвеем Кургане появились крупные современные торговые центры. Ежегодно на рынке товаров и услуг появляются новые востребованные населения предложения. Живешь в населении, умеешь управлять техникой, люби землю, выращивай. И вот люди – это погода, непогода, которая в поле, которая вот этот хлеб по зерну, что собирают. И получаем прекрасный урожай благодаря таким руководителям. Спасибо. Это ваши бурные. Я не думал, что все будет так. Но, тем не менее, пришли к тому, что воды нет в колодцах, ее нет, и купаться негде. А тут вот люди делают нам чистую воду, которую мы пьем с удовольствием, чтобы не болеть. Мы вас поздравляем. Приветственные адреса получили предприниматели, занятые в сельскохозяйственной отрасли, в сфере услуг, розничной торговли. А это говорит о том, что территория Матвеем Курганского района привлекательна для инвестиций, поскольку одним из важных условий для инвесторов является благоприятная бизнес-атмосфера. Между награждениями для виновников торжества звучали песни в исполнении солистов районного дома культуры. Любовь и слава, небес простор, орел дуговый и приколор, Великой жизни, ветра сихи, месть и шар. На самой лучшей из всех планет, народ могучий президент, Моя отчизна, моя Россия, моя душа. Областные органы власти ужесточают контроль на водоемах региона в местах купания граждан. Об этом шла речь на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В прошлом году во время купания в реках, прудах и озерах Ростовской области утонули 55 человек, в числе которых 10 детей. Недопущение подобных происшествий и готовность пляжей и водоемов Донского региона к летнему купальному сезону 23 мая обсуждали на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Итогом заседания комиссии явилось решение, которое значительно ужесточит контроль за отдыхом и купанием людей в водоемах региона. Главному управлению МВД России по Ростовской области рекомендовано обеспечить патрулирование мест массового отдыха людей на водных объектах с целью недопущения и пресечения распития спиртных напитков, а также привлечения нарушителей к административной ответственности. Управлению Роспотребнадзора по Ростовской области рекомендовано в течение всего купального сезона в местах, разрешенных для купания населения, обеспечить мониторинг за качеством воды и почвы. Административной инспекцией Ростовской области совместно с органами местного самоуправления поручено обеспечить мониторинг соблюдения правил благоустройства пляжей и мест массового отдыха людей на водных объектах, расположенных на территориях муниципальных районов. По прогнозам синоптиков, начиная с июля на территории Ростовской области установится очень жаркая погода. Соответственно, увеличится количество людей, в том числе детей, желающих провести время у ближайших водоемов, которые, как правило, совсем непригодны для купания. Анализ причин гибели людей в водоемах области в прошлом году наглядно показал, что из 55 погибших 39 человек утонули в местах, неразрешенных для купания, на так называемых диких пляжах. В субботу, 21 мая, в школах Матвея Кургана для выпускников прозвучали последние звонки. В этом году аттестаты о среднем образовании получат 188 учащихся 11 классов, из них 34 федеральных медалиста и 14 региональных. 9 класс окончили 352 ученика, и многие из них тоже уходят из школы получать профессиональное образование в колледжах. Во всех школах этот праздник постарались сделать красивым и запоминающимся. В выпускники принимали поздравления от своих учителей, младших товарищей, первоклассников, родителей и почетных гостей. Матвея Курганской школе номер 3 по традиции выпускников напутствовал глава администрации района Александр Рудковский. Затем началось торжественное награждение отличников и всех, кто достойно проявил себя в общественной работе, культуре и спорте. Будущие медалисты получили специальные значки гордости Матвея Курганского района. В выпускнике попрощались с любимыми учителями, друзьями, с родной школой, которая столько лет была их вторым домом. Завершилось беззаботное детство, впереди взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами и радостями. О том, как прошел день последнего школьного звонка Матвея Курганской первой школе, смотрите в нашем следующем сюжете. Трогательный и незабываемый праздник прощания со школой начался с торжественной линейки, главными героями которой стали 38 выпускников. Нарядные и взволнованные 11-классники стоят на пороге новой взрослой жизни. И теперь многое в выборе дальнейшего пути зависит от того, как они сдадут выпускные экзамены. Директор школы Юрий Николаевич Горбачев зачитал приказ о допуске выпускных 11-х классов к итоговой аттестации. Все 38 выпускников 11-х классов допущены к сдаче итоговой аттестации. В этом году в первой школе рекордное количество претендентов на медаль. 8 учащихся имеют все шансы получить награду за отличную учебу. Как быстро летит время. Казалось бы, совсем недавно родители за ручку привели их в первый класс. Глядя на нас, мамы, первоклассники, разглаживали на нашей одежде вкладочки и задавали один и тот же вопрос, при этом почему-то нервно улыбаясь. Ну как, тебе понравился первый день в школе? Понравился! В этот день в адрес виновников торжества звучало много добрых слов и пожеланий от гостей, родителей и, конечно же, от любимых учителей. Расправляйте же крылья, летите. Ваша жизнь – покорение высот. Всю любовь свою людям дарите. Лишь она жизни смысл придает. И тогда станет светлая дорога. Бог вам даст и здоровье, и сил. Ну а я помолюсь перед Богом, чтобы Он вас берег и хранил. Я люблю вас, ребята! Более 20 тысяч звонков вместили в себя 11 школьных лет, и ни один из них не был похож на другой. Звонок торопил на урок и выручал, когда вызывали к доске. Но сегодня пришло время последнего звонка. 27 мая стартует основной период ЕГЭ. Выпускники будут сдавать экзамены по 14 предметам, два из которых являются обязательными – русский язык и математика. Сроки проведения основного периода – с 27 мая по 30 июня. Сдавать экзамены в эти дни будут все категории участников ЕГЭ, в том числе и выпускники прошлых лет. Дополнительного этапа проведения экзаменов в июле 2016 года не предусмотрено. Для тех, кто получит недовлетворительные результаты в экзаменационную кампанию в мае-июне, перездача возможна только в следующем году. На территории региона будет более 120 пунктов проведения экзаменов. Более 90% аудитории будут подключены к федеральному порталу «Смотри.ЕГЭ» и работать в режиме онлайн-трансляции. Контролировать эти пункты будут более 4000 федеральных онлайн-наблюдателей. Усилится контроль за мерами безопасности. 100% пунктов будут оборудованы так называемыми глушилками, подавляющими сигналы мобильных устройств. Даже если выпускнику, несмотря на все запреты, удастся пронести в аудиторию телефон, он не сможет им воспользоваться. Интернет и мобильная связь будут недоступны. И о новостях культуры. В хуторе Большая Кирсановка прошел ежегодный фестиваль народной песни «Родники народных талантов». Задолго до начала на площади напротив администрации Большая Кирсановского сельского поселения начали собираться участники, зрители фестиваля народной песни «Родники народных талантов». Настроение и у тех, и у других праздничное. За несколько лет проведения этого фестиваля он стал самым любимым праздником всех, кто любит народную песню. Все народные вот эти все мотивы, напевы, они всегда возбуждают душу, и всегда они были в цене. И я думаю, что на протяжении всех веков наша русская душа, она была всегда открыта, всегда люди радостные, всегда они задорные, и желают друг другу всего только хорошего. В следующий год приезжаем на этот фестиваль, так как у нас мама выступает, она выступает из комбайновского языка, как коллектив «Сударушка». И нам очень нравится, да, Даша, как мама выступает, и мы будем постоянно сюда ездить, да? Как и в прошлом году, в центре внимания оказалась уже ставшая символом фестиваля огромная хороводница. А три девицы из пушкинской сказки настроили зрителей на соответствующий фольклорный лад. Чтобы я была царица, я бы для нашего села, фестиваль бы провела. И костюмы все готовы, явства на столах стоят, веселиться все хотят. Гости съехали с село, песни петь пора давно. Но прежде чем петь песни, девочки-каравайницы на мостике хлебом с солью встретили гостей из соседних районов и делегаций сельских поселений. Приветствуем главу Ряжинского сельского поселения Бухтиярову Калинову Валентиновну и далантливых представителей Ряжинского сельского поселения. Не остался без каравая и глава районной администрации Александр Рудковский. В своем приветственном слове он подчеркнул значимость народной песни в жизни каждого русского человека. Всегда в трудные времена песня помогала выстоять, песня подымала дух, песня вела в бой и песня приводила к победе. Я уверен, что вот эти традиции, они и позволяют нам быть русскими, теми, которых аршином общим не измеришь и умом не понять некоторым. Желаю всем хорошего настроения, хороших сердечных песен и, конечно же, быть едиными вот в это непростое время. Ко всем присутствующим на празднике с проникновенными словами обратилась глава Большекирсановского сельского поселения Галина Щиткова. Дорогие наши талантливые, прекрасные, замечательные артисты самодеятельности, мы от всей души приветствуем сегодня на нашей благодатной Большекирсановской земле. У нас радушный, замечательный народ, который любит искусство, любит ваши песни. Я от всей души желаю вам, чтобы сегодня ваши песни лились как никогда. Замечательно, прекрасно, удивительно. Порадуйте нас своим искусством, своим талантом. Удачи вам, мира, процветания, любви. И приезжайте к нам почаще. Мы гостям всегда рады. Сменяя друг друга на сцене, творческие коллективы делились своим талантом и мудростью, вложенной в слова каждой народной песни. Фестиваль «Родники народных талантов», несомненно, удался на славу. Даже нет души, нечего печали. Сада раньше срока помирает, только в небе третий ряд. Это хорошо, длина золотая. У меня хорошей, тумма молодая. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премиусия». Это пока вся информация. Эти и другие новости сможете найти на нашем сайте meus.info. Я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения. Продолжение следует...